Проект по строительству эстакады, которая станет продолжением основной городской улицы, улицы Мира, крупнейшей за последние годы. По оценке специалистов, эта трасса значительно разгрузит центр города, а также существующие выезды. В рамках строительного дня специалисты ООО «Горкобстрой» отчитались о том, какова ситуация на сегодняшний день. Мы готовы заходить в экспертизу. 5-8 числа планируем совместно с заказчиком загрузить. 5-8 мы планируем загрузить уже на портал экспертизы, получить соответствующий документ и начать процедуру прохождения. Нерешенными остаются вопросы с получением разрешительной документации от предприятий, коммуникации которых проходят на участке будущего строительства. Среди них ООО «Матищинская теплосеть» и МКУ «Водосток». Руководство округа взяло на себя обязательство ускорить процесс получения технических заданий, а также собрать сведения о постройках, которые попадают под снос. Оценка производится, будут снесены частные домовладения, будет изъятие земельных участков, все это будет произведено в соответствии с действующим законодательством. То есть люди получат компенсацию, как правило, это достаточно хорошая компенсация, вот все будет сделано корректно и правильно. Есть сторонники проекта, есть противники этого проекта, но сегодня он находится в стадии завершения разработки проектной документации, передается на экспертизу. Данный объект находится в госпрограмме Московской области. Вот и мы планируем, что в следующем году уже приступим к реализации строительно-монтажных работ со сроком завершения 20-й год. Это очень серьезный объект, дорогостоящий. И все-таки мы считаем, что не мы считаем, а население считает, что это принципиально важная артерия, которая позволит разгрузить центральную часть города «Матищинская». Следующий вопрос касался реализации инвестиционного соглашения с ООО СФД по строительству общеобразовательной школы на 600 учащихся в новом жилом комплексе неподалеку от деревни Болтино. Вот уже год несогласованным остается техническое задание. Матищинское управление образования не разрешает приступать к работе, так как существующий проект по некоторым пунктам противоречит санитарным правилам и нормам. Пищеблог предусматривает сработу на полуфабрикатах. По инженерным системам принципиально не хотят предусматривать ЛВС, систему интернет для общеобразовательных учреждений. Предусматривается остановка, а не стоянка на территории для подвоза МГН, что тоже противоречит САНПИН. В течение недели или вы согласовываете, управление образованием мне на следующей неделе докладывает, или тогда мы будем по-другому уже разговаривать в другом составе. Извините, не с вами, сириус-консультантом, а будем разговаривать с вашим руководством. Если в течение недели мы не согласуем совместными усилиями содержание школы, и не будете двигаться дальше по проектной документации, то тогда я просто остановлю согласование любых действий по этому объекту. Следующий пункт повестки касался транспортных перевозок на территорию округа. 31 декабря текущего года истекает срок действия контрактов по некоторым городским маршрутам. Начальник окружного управления транспорта и дорожного хозяйства Владимир Барабаш отчитался о проведении конкурсных процедур. В настоящее время размещена конкурсная документация по двум лотам, точнее по одному лоту 7-10 и новый маршрут с листеха 19-й уже размещены 27-го числа на процедуре закупок. Еще один лот, который обслуживает 7 маршрутов на сегодняшний день автоколона, сегодня мы подаем документы на рабочую группу комитета по конкурентной политике и Министерства транспорта для дальнейшей организации конкурсных процедур. Завершилось совещание темой парковок. На начало 2017 года в нашем округе дефицит парковочного пространства составлял более 7,5 тысяч машиномест. За этот год эта цифра сократилась на 3 тысячи. Последним вопросом обсудили план работ на предстоящие 12 месяцев. У нас предусматривается улица Попова, 400 машиномест и благоустройство 21-го микрорайона Перловка. Там в триквартальных территориях ожидается до 100 машиномест. Итого 500 машиномест. Рабочая комиссия рассмотрела список работ при условии дополнительного финансирования. В него входит перехватывающая парковка у железнодорожной станции Тайнинская, плоскостные парковки на 4-й парковой улице и улице Коминтерна, а также устройство отдельных парковочных мест в городских дворах. Анна Раченкова, Денис Петров. Информационная программа. День.